Здравствуйте, это Максим Шевченко, вы смотрите мой канал и сегодня у нас в гостях один из тех людей замечательных, кого я назвал бы, если не архитектором, то по крайней мере дизайнером ныне существующего путинского режима Марат Александрович Гельман. Художник, покровитель художников, политтехнолог, философ, как угодно называйте. Санечка к нам приехал из Черногории, правильно? Из Черногории, из Монтенегро. Когда сбежал от этого самого путинского режима. Да, я постараюсь, чтобы вот Марат, как герой такого булгаковского бега, нам все рассказал, что он знает про путинский режим. Ты готов, Марат, рассказать про путинский режим все, что ты знаешь или что ты можешь рассказать? Ты знаешь, я что хочу сказать, что, во-первых, я гораздо меньше интересуюсь. То есть я себя чувствую, я гражданин России, но три года живу, работаю в Европе и наблюдаю, ну так, дистанцированно немножко за тем, что здесь происходит. Поэтому, может быть, и мой взгляд будет немножко такой холодный, без вот такой страсти. Тем интереснее. Тем интереснее, клянусь, это на самом деле ты, как я знаю, был членом штаба Путина в 99-м году. В 99-м году, да. В 2004-м работал, значит, с Сурковым и с Путиным, помогая в компании 2004 года. Правильно? С 2002 по 2004 я работал замгенерального директора Первого канала и руководителем аналитической дирекции Первого канала. И то, что было, как бы, в компетенции Первого канала, я этим занимаюсь. Ну, я, естественно, не буду тебя спрашивать то, что имеет отношение к гос.тайне, чтобы, как говорится, не подставлять тебя. Спасибо. Но мне хотелось поговорить о современной компании, а не о прошлом. Разговоры о прошлом в России – это такая любимая игра интеллектуальная, но, честно говоря, она уже, мне кажется, несколько надоела и хочется говорить о настоящем и о будущем. Вот первый вопрос. Как тебе сейчас вот эта современная кампания путинская, с которой Путин и его команда выходят на президентские выборы 2018 года? Сейчас происходит легализация перехода, как бы, от плохой демократии к нормальному авторитарному обществу. То есть, я для себя, вот как гражданин, ну, чувствую себя пораженцем. То есть, я вижу, что страна моя не стесняется объявлять себя, что мы перестали быть демократией, и на этом настаиваем, и этого не стесняемся. То есть, я это воспринимаю как собственное поражение, потому что я занимаюсь искусством. Искусство всегда стремится быть открытым миру и всегда стремится к будущему. А вот эта автократия, которая у нас развивается, она, как бы, стремится, по крайней мере, опираться на какие-то традиционные ценности и к некоторой закрытости. Вот. И поэтому я, как бы, немножко издали на это смотрю. То есть, у пораженцев есть несколько стратегий, и моя стратегия такая, что я вот работаю за границей. Потому что мне интересна не борьба политическая, а мне интересно делать выставки, зачем заниматься искусством. Ну хорошо, Марат. Но я хочу сказать, что вот этот момент очень важно, чтобы люди это поняли. Ребята, начиная с этого срока, мы перестаем быть даже плохой демократией. Мы сейчас можем называть это декоративной. Вот какая, например, в Англии монархия декоративная, у нас демократия. Мы являемся просто страной сильного президента. Это лозунг предвыборный, который мы видим по всей стране развешанной. Сильная Россия, сильный президент. То есть, уже правда, ты прав. Никто не говорит об институтах. Уже сурковская суверенная демократия кажется выдающимся, на мой взгляд, она таким и была, интеллектуальным изыском просто, понимаешь, попыткой, как говорится, дать... Перед Путиным серьезная проблема, ведь ему нужно будет в следующий срок этот лозунг каким-то образом опровергнуть. Сильная Россия? Нет, сильный президент. Дело в том, что он не может никому столько власти передать. Самому близкому, родному человеку не может. Ему нужна демонстрационная реформа. То есть, он получив на этом сильный президент, сильная Россия, власть, он должен тут же заняться тем, чтобы ослабить институт президентства. Потому что я в свое время знаю, как это было у Кучма. То есть, у него просто... Он с ума сходил от того, что он думал только представить, что кто-то получит столько власти, сколько у него. И он затеял... Конституционные реформы, они передали... В 2004 год. Да, они передали... Да, они передали значительную часть полномочий президентских парламент. В России, как мне кажется, правильнее было бы передать это, ну, в регионы. То есть, потому что все-таки сверхцентрализация — это проблема России последние 300 лет. И поэтому тот человек вообще, по большому счету, тот, кто сумеет каким-то образом провести вот эту федерализацию реальную, тот спасет России от распада. Вот. И, ну, такая задачка. — Путинская политика антифедералистская на данный момент. Антифедералистская, да. — Это ущемление национальных языков. Это, в целом, шовинистические тенденции обсуждения там особой роли русского народа в Конституции. — Знаешь, я вот здесь перестаю быть... То есть, как эксперт я с тобой полностью согласен и хочу сказать, что все очень плохо. — Я не говорю, что плохо. Я анализирую. — И боюсь, что это не поменяется. Но как гражданин я говорю о том, что я хотел бы. Я, может быть, не потерял последние надежды на то, что он будет вынужден заняться децентрализацией просто для того, чтобы тот, кто придет после него, не имел столько власти, сколько имеет он. — Интересная позиция. Очень интересная. То есть, получается, что сейчас вот в рамках кампании Кремлю вообще ничего делать не надо. Просто вози Путина. Давай ему встречаться с народом, транслируя эту картинку. И чем меньше лозунгов, и чем больше Путина, тем выигрышнее с точки зрения политтехнологии. Правильно? — Ну, нет. Есть задача формирования. Если вот та задача, о которой я говорил, принимается им, то в рамках президентской... Значит, когда у тебя решен вопрос с президентской кампании, ты сразу же решаешь вопросы следующей парламентской кампании. То есть, он должен одновременно сформировать пул тех партий, которые попадут в следующий парламент, с помощью которых он будет менять конституцию. То есть, для него это является ключевым моментом. — Конституцию менять в какую сторону, еще раз напомню? — Ну, вот мне кажется, что хорошо бы было... — Больше федерализма, да? — Федерализм, да. — Это логическая наша такая вот идея. — Ну, я так вижу. Вот смотри. Значит, власть запустить не хочет. Передает полномочия... — Первое. Передает полномочия губернаторам. Второе. Меняется, возвращается... — Региональным заксобраниям. — Нет, нет. Следующий этап — это возвращается система формирования Совета Федерации с помощью губернаторов. — Да. — Как раньше было, что губернаторы — это члены Совета Федерации. И он пересаживается в кресло председателя Совета Федерации, который, собственно говоря, эти полномочия, которые президент Путин передал... — В Верхней Палате. — В Верхней Палате. Он же уже председатель Совета Федерации, Путин, он их получает. Ну, это такая моя как бы завиральная идея, которая бы, я считал, полезная была бы для России. — А Нижняя Палата более мажоритарная? — Нижняя Палата, к сожалению, убита. Дело в том, что региональная власть, ее нельзя убить совсем. То есть губернаторы, да, за ними следят полпреды, у них забрали кучу полномочий, но они, так как они вынуждены решать огромный набор хозяйственных задач, они все-таки... То есть институт губернаторов не уничтожен, он существует. Поэтому если из них создавать Совет Федерации, это может быть реальный институт. А наш парламент, дума наша, ну это несерьезно. То есть задача восстановления думы гораздо еще более сложная. То есть мы не можем решить эту сейчас задачу. А с Советом Федерации это решается легче гораздо. — Ну вот смотри, на этом фоне такой фактически сакральной чугунности, которую ты описал, власти, любая, получается, оппозиция, которая выдвигает хоть какой-либо политический тезис, там, я не знаю, она уже смотрится демократической. — Я хочу перейти просто к разговору об оппозиции. Что такое оппозиция в современной России? Если Путин — это Россия, то получается, что все, кто критикует Путина против России, с точки зрения власти, во-первых, да? Значит, чтобы не быть Россией, надо представить образ иной России, другой России, да? Условно говоря, Россия без Путина. А может ли Россия быть без Путина? — Нет, нет. — Власть сама подсказывает оппозиции подобную формулу как главную задачу своей политической деятельности. — Нет, ну, значит, у них есть уже опыт так называемой третьей ноги. — Это что такое, поясни, пожалуйста, нашим зрителям? — Когда Миронов, «Справедливая Россия», когда говорилось о том, что власть, это, конечно, дана нам от Бога, но хорошо бы, чтобы рядом были ответственные люди, которые контролируют, проверяют. — Сладко вспоминать, да, свои дела, как ты родину создавал, как ты вот это все создавал, «Справедливую Россию». — Или это гостайно, Марат Александрович? — Нет, мне кажется, что преувеличиваешь мое участие в этом деле, да. Но я хочу сказать, что, безусловно, оппозиция Его Величества находится внутри системы власти. Потому что вот эта модель, ну, условно говоря, опричнена, должна получать откуда-то сигналы. То есть бояться должны все. То есть если раньше было такое, что если ты нелояльный, то ты под боем. — Да. — То ты, значит, бойся. — Да. Гельман нелояльной власти, значит, на него можно наезжать или даже нужно наезжать. А вот кто-то там лояльной власти, он, значит, таким образом, у него крыша такая, значит. Эта ситуация кончилась. Но опричнена, то есть ты сегодня утром общался с царем, а вечером тебе пришли, значит, с песними головами и так далее, и так далее. И вот для того, чтобы этот механизм опричнена существовал, должна быть вот эта оппозиция Его Величества, которая, значит, постоянно указывает. Должна быть вот эта битва, там, я не знаю, Следственного комитета, там, с ФСБ. Что здесь происходит? Я просто, ну, там, на ситуации... — С прокуратурой. — С прокуратурой. Да, я просто на ситуации с Павленским это наблюдал, как, значит, одна часть власти, там, его подставляла, как бы, под дело. — Можно сказать так, Бастрыкин с чайкой бьется, это поле битвы душа России. — Да. Вот, а вторая часть, значит, не возбуждает дело. Вот, то есть, как бы, то есть, вот это, то есть, в системе власти, такой единоличной, авторитарной власти, такого рода, значит, оппозиция, она, как бы, имеет право на существование. А оппозиция реальная, ну, там, Алексей Навальный, да? — Это реальная оппозиция, ты считаешь? — Это реальная, да. Ее надо вытолкнуть за рамки правового права. — А почему Навальный реальная оппозиция? — Почему? — Ну, потому что это очень просто, ведь, если вы, допустим, чего-то не знаете, вы смотрите, с кем власть борется, реально. — А как ты объясняешь тогда прокурора, который сам себя высек в зале суда? Сначала требовал Навальному заключения, реального заключения, но потом с изменившимся лицом сказал, вы знаете, я ошибся. Вот то, что я сказал час назад, это не считается, а вот давайте-ка сейчас условно ему потребуем. И все говорят о каком-то высочайшем звонке, который был тут. А вот как ты эту ситуацию понимаешь вообще? — Это очень просто. Есть две силы. Одна сила — это Путин, вторая сила — это мир. Зеркало, в которое Путин смотрится. И понятно, что Путин хотел бы вообще, то есть его главное — попасть в историю в качестве, ну, как бы, понятно, да? — Строителей и созидателей империи. И понятно, также все-таки мы же, как бы, наблюдали, как все происходит, да? Ему нужно для того, чтобы все это произошло, значит, в глобальном мире, значит, он должен учитывать вот это зеркало, внешний мир, да? И поэтому он все время, ну, находится вот в этом балансе. Более того, ему иногда нравится, ну, там, допустим, вот есть какой-то там человек, значит, быть великодушным. То есть он выглядит царем, понимаешь? То есть не справедливость, а совесть. То есть вот это вот, то есть он выглядит царем. И он решает иногда вот так зовут. То есть он играет, как кошка играет с мышкой. То есть он не божитель уже. Он, в принципе, человек, который, как правильно Мерклик сказал, он неадекватен. Вот. Поэтому я считаю, что... То есть ситуация с Навальным — это царская воля? Ситуация с Навальным — это царская воля в таком достаточно сложном кривом зеркале, увидевшая саму себя как бы из будущего. Вот. А в этом будущем важно все-таки международное, да? Вот, например, Навальный, который вернулся сейчас после ЕСПЧ, это уже другой Навальный. Почему? Потому что он рассказал, как будет, и так было, да? Продемонстрировал все там легализации, ну, все, собственно говоря, он сказал там то, что всем известно здесь, что уже больше нет никакой демократии, есть вот такая авторитарная ситуация и так далее, и так далее. То есть он сегодня, ну, можно сказать, за его спиной сегодня стоит как бы за границей. То есть Навальный — это что, Ельцин следующего цикла распада страны? Вот смотри, значит, я думаю, что есть несколько вариантов. Вариант первый, когда так же, как вот сто лет назад, власть сама там разрушится, там и так далее, и так далее. Но если этого нет, то Навальный — это тот, кто будет ломать. — Ельцин. Ну, хорошо. В 89-м, 90-м, 91-м Ельцин реально был тараном. Был тараном. Вокруг которого концентрировалось огромное количество сторонников и энергии, интеллигенции. Ну, ты знаешь, я бы так сказал. Вот я просто помню эту ситуацию, и, к сожалению, Навальный как бы, ну, делает какие-то очень серьезные ошибки, которые пока не позволяют мне вот сказать, что он будет Ельцином. — На мой взгляд, принципиальное отличие от Ельцина, Навального, в том, что Ельцин был частью системы, элиты советской, гиперэлиты. — Ну, нельзя же зеркально... — Свердловский обком партии — это все-таки гиперэлита. — Нельзя ожидать повторения, вот все должно повториться точно так же. — Все мельчает, конечно, все мельчает. — Но по-другому. Мне кажется, проблема в другом. Я помню, что проблема Алексея в том, что вокруг него не получается консолидироваться. — Почему? — Потому что он предлагает только две возможности. Либо заплатите денег на компанию, либо станьте волонтером, активистом, ну, идите на улицу. Ну, вот возьмем меня. То есть я, значит, человек, который, ну, я не богатый, да, так, чтобы финансировать политику. И я не молодой человек, чтобы, ну, своими ногами греть. — Бигать по автозакам. — Но в то же время я бы мог сделать очень много полезного, да? — Ты сейчас нанимаешься на работу к Алексею Анатольевичу? — Нет, нет, нет. — Посмотрите, здесь очень важный момент. — Это публичное предложение. — Очень важный момент. Я прошел этот момент давно достаточно. В 2004 году, с 2004 года ни разу, никогда, даже когда я работал с Медведевым, это не было платной работой. То есть я себя воспринимаю уже как фигуру, которая не нанимается на работу, а которая принимает для себя решение, как она себя позиционирует по отношению к существующей политике. С Медведевым я считал, ну, по разным причинам я могу сотрудничать, как раз в деле децентрализации. — Я имею в виду сейчас людей разных компетенций, разных позиций, для которых могла бы быть разная степень участия, в том числе и разные мотивы участия. — И вот я хочу сказать, что я помню, что около Ельцина всегда была какая-то водоворот этих людей. — Движуха. — Движуха, да. Вот, к сожалению, значит, с Алексеем получилось так, что нет, либо ты деньги, либо ты ноги. И вот я человек, который, безусловно, из всех, кто есть, гораздо больше симпатизирую ему, я не понимаю, как бы я мог участвовать, как бы я мог усилить его так, чтобы это было, ну, по-моему, как бы, да, то есть, вот. В этом смысле, собственно говоря, там Ксения Собчак, она показала, собственно говоря, этот изъян. То есть, по идее, он должен был, прежде чем двигаться в президентскую кампанию, взять список вот этого бывшего Координационного совета оппозиционного, 30 человек, и сделать им какое-то предложение. Ведь 30 человек, фактически, каждый из них может быть кандидатом в президент. Ну, раз они пошли в этот... — Ты описываешь Навального как антипутина. Если Путин — это Россия, то, получается, Навальный — это иная Россия. А люди-то тут в этой концепции как в одной, так и в другой просто пешки и просто витеки несущественные. Я как раз думаю, что для того, чтобы двигаться... Ты сказал, Ельцин или не Ельцин. Я говорю, для того, чтобы ему стать Ельцином, ему нужно было бы... — Вокруг Ельцина были интеллектуалы, там, Шахрай, там, не знаю, это был Гайдар. Как бы к ним ни относиться, это была элита советская. Интеллектуальная, либеральная, там, антисоветская. — Важно, что они были вокруг Ельцина. Почему? Потому что Ельцин сформировал какую-то картинку. И в этой картинке нарисовал каждому его место. — Может, это масштаб личности? Борис Николаевич Ельцин, при всем при том, что я его терпеть не могу, масштабный человек. Масштабная политическая фигура. — Нет, я думаю, что это... Нет, я Алексея знаю, и я хочу сказать, что там с масштабом все нормально. Там просто, как мне кажется, все... — Нормально это что значит, все нормально с масштабом? — Это значит, что этот человек... Сейчас же что важно? Не разменяться. То есть, он действительно готов идти вперед и не будет участвовать в каких-то... То есть, ему можно довериться, как политику, условно говоря, что он тебя не сдаст. Вот. То есть, он готов играть, он готов... — Это важно, это важный пункт. Это, правда, доверие к тому, что то, что ты свою судьбу ему уверяешь, он пойдет до конца, не будет вести за твоей спиной тайные переговоры, это важно. — Да, это... Вот. Но я хочу сказать, что эта ошибка чисто, ну, может быть, чисто технологическая. То есть, с одной стороны, во время вот этого Координационного совета оппозиции, может быть, у него было некое разочарование в таких, ну, коллективных институтах, да. Но это же тоже, вот, как демократия, да, иногда приводит к отрицательному результату, но это не значит, что надо отказываться от демократии и идти к тоталитарному. Также и здесь, да, был отрицательный опыт какой-то вот этого Координационного совета оппозиции. Это не значит, что надо вообще отменять какие-то консультации и идти самому. Потому что, если, представь себе, было 30 человек, которые участвовали в голосовании, хотели, ну, занять какую-то позицию, попали в Координационный совет. Значит, каждый из них обладает какими-то политическими амбициями. Если ты им не предложил ничего, они будут либо самостоятельно решать эти свои амбиции, либо предлагаться в другой комбинации. — То есть, ты считаешь, что Собчак, кстати, давайте, вот ты сам упомянул Ксению Собчак. — Она, на твой взгляд, все-таки продукт кремлевских политехнологий или процессов, которые просто встретились, как говорится, с запросом эпохи? — Нет, ну, запрос эпохи, может быть, слишком громко сказано. Но я вот склоняюсь к такой ситуации, что это неважно. То есть, она амбициозная девушка. — Это безусловно. — У которой есть своя траектория. И в этой траектории она ищет тех, кто поможет ей в ее траектории. Если бы... — То есть, у нее есть ощущение судьбы? — Ну да. Если бы в рамках концепции Алексея были бы места для Собчак, для Яшина, для Гудкова... — Она пытается с ним договориться. Она приходит к нему в СИЗО. Она говорит, я... — Нет, но сейчас я бы... Вот смотри, все, что происходит в рамках уже предвыборной кампании, я бы не стал обсуждать вот в этой... То, о чем я сейчас говорю, это до предвыборной кампании. То, что сейчас... Все, каждый... — С его стороны явно такое вот негативное, отталкивание. — Значит, сейчас у него, ну, как бы понятно. То есть, его... То есть, это отдельно... Еще раз говорю, давай отдельно поговорим про сейчас. Я просто закончу эту мысль. Что прежде чем двигаться в сторону президентской кампании и говорить, я, там, Алексей Навальный претендую в 2018 году и так далее, и так далее, ему нужно было что-то предложить вот этим людям. То есть, начинать какой-то процесс. Условно говоря, у него есть штаб, который организует молодняк, но нету штаба, который организует... — Интеллектуалов. — Не только интеллектуалов, переговорщиков. Переговорщиков. Потому что, если ты веришь в свою победу, ты, там, кандидат в президент. — А в чем его победа вот заключается? — Нет, президент. Ты говоришь, я стану президентом. — Каким образом? — Ну, я, кстати, думаю, что, там, может быть, там, в каком-то году, в 28-м, но он станет президентом. — 60-летний Навальный станет президентом. — Ну, а что, 60 лет — это вообще не проблема сейчас. Это... Мне 58 лет. Чтобы было понятно. — Или приведет страну к разделению на два непримиримых политических лагеря и станет катализатором гражданской войны. — Знаешь, я вот сейчас хочу сказать... — Потому что я, допустим, как левый не примирюсь. Я знаю, что он и его коллеги, они антисоциалисты, антилевые, и они не дадут возможности восстановления советского проекта в новом модернизированном виде. — Ну, вот я просто хочу сказать, что в этом-то и проблема вот этого путинского модели, что она тебе не дает места. А вот если будет нормальная, где есть Совет Федерации, где есть парламент, то там у тебя есть. Более того, я тебе хочу что сказать, что... — Есть что? — В моих завиральных... — Номенклатурная машина? — Нет, почему? — Демократический. — Почему? Парламент демократический. Ты можешь свои идеи вменять. — Пока ты описываешь Навального не как сторонника демократии, а пока ты его описываешь как пассионарного политика, который умело мобилизует энергию толпы, которую он сам создает. Это, знаешь ли, не демократическая модель по большому счету. — Согласен, согласен. Это, условно говоря, он человек задачи, но я просто что хочу сказать, что в этом и проблема тоталитарной, вот этой авторитарной власти, которая... — Мне кажется, что Грудинин гораздо более демократической, потому что коалиция МПСР, там патриоты, левый фронт, КПРФ, там бизнеса, по крайней мере, демократическая коалиция, вот очевидно просто, на глазах формируется левыми силами. — Я что хочу сказать? Вот есть понятие, ну, условно говоря, идеологически близких, ну, допустим, да? И мне, наверное, Грудинин ближе, чем Навальный. Но есть все-таки, вот я вижу, что Леша идет до конца. А вот то, что Грудинин в какой-то момент не сядет за стол и не станет, как там в свое время лебедь, там, кем-то при Путине, я в этом не уверен. — У нас у всех есть какие-то опасения. Я честно, хоть я доверенное лицо Павла Николаевича Грудинина, мы его не очень хорошо знаем. — Просто я считаю, что... — Но пока вот этот вот месяц, который прошел с момента кампании, он, мне кажется, и идет в схватку, а не от схватки. — Вот я могу сказать так, что в момент, когда нужно ломать, мне кажется, важнее вот эти личные качества, важнее идеологических предпочтений. — То есть вот я хочу сказать, что по личным каким-то своим, значит, мотивам, вот я считаю очень важным, там, легализация марихуана. — А Собчак? Тогда к тебе к Собчаку, она уже выступила с легализмом. — И вот когда она это выступила, у меня прям кольнуло. А потом я подумал, ну важно же не это. Сегодня важно не то, что она говорит то, что тронуло мое сердце, а важно то, что она после этого быстро этот мой голос... — Сразу давай скажем, что это не пропаганда наркотиков, а это просто частное романтическое политическое мнение как бы. — Вот. И, значит, соответственно, сегодня важнее стойкость, политическая стойкость важнее, чем совпадение. Это как гражданин говорю, да? Вот. А как эксперт я могу сказать, что мне кажется, что исторически так происходит, что вот именно такие упертые, которые не продаются, не сдаются, не сговариваются, не покупаются, которых не за что взять, там, как Прохорова, да, там, за бизнес или... Вот такие, в конце концов, становятся президентами. — А это что, цель, что ли, стать президентом? — Нет, нет. Я говорю как эксперт. Мне кажется... — Неужели Наполеон мечтал стать первым консулом и императором? — Ну, вот... — И ради этого, как говорится, поднял флаг и пошел через Аркольский мост? — Нет, ну, Навальный, по-моему, как бы не скрывает. Он ведет кампанию президентскую, он ведет это дело к тому, там, не в этот раз, так в следующий раз. — То есть он играет в длинную? — Он играет, конечно, конечно. — Опираясь на Запад? Потому что то, что ты описал... — Сегодня, да. — Отсутствие внутренней мобилизации и постоянная апелляция к старшим партнерам на Западе. — У него через... Вот в чем я, как бы, их, как бы... Значит, у него все время апелляция к закону. То есть, ну, наша власть говорит, как мы выяснили, что закон не важен, важна сильная власть, сильный президент и так далее, и так далее. Он... А там есть простая система. Значит, суд принял решение, потом высшая инстанция, потом высшая инстанция, потом ЕСПЧ. То есть он накапливает вот этот... У него другого ресурса нету. Дело в том, что власть авторитарна. И для того, чтобы с ней бороться на легальном пространстве, как бы для него вот этот европейский суд является его важнейшим союзником. — Скажи, пожалуйста, недопуск Навального на выборы — это ошибка власти или это с точки зрения политтехнологии или политики, если угодно, правильное деяние? Чего вообще власть боится, так вот, как говорится, прессуя и отталкивая Навального? Ну, подумаешь, там, критик, ну, подумаешь, оппозиционный лидер. Что страшного для этой огромной машины пропаганды, там, не знаю, силовых структур, бизнеса государственного, там, Лукойла, там, Роснефти и Газпрома в Алексее Навальном, который с четырьмя тысячами школьников ходит по улицам российских городов? — Ты знаешь, ну, я думаю, что страх. — Перед чем? — Сейчас объясню. — Перед демократическими институтами в целом. Ведь когда Путин пришел к власти, он, значит, в августе месяце узнаваемость Путина была 2%, 99-го года, когда его назначили, узнаваемость, то есть знали про Путина. В конце декабря рейтинг Путина был 60%. — И еще это добавил Ельцин, который передал ему. — Это еще до, это еще до 60%, то есть, значит, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, 5 месяцев. То есть, как бы, вот это демократический механизм, то есть, вот это вот рейтинг, как он появился, так он может и исчезнуть. Почему там Ходорковский? Потому что, почему я ушел в 2004 году? Им не нужны были, то есть, демократическая процедура никогда не дает гарантии. Вот не дает. Ты можешь быть уверен, у тебя все может быть схвачено, и социологи, и активисты, но она может, она не дает гарантии. А если ты посадил, привел налоговую полицию, не допустил на выборы, это гарантированно, понимаешь? То есть, вот это ребята, они так мыслят. Они по-другому не мыслят. Они хотят, пожалуйста, ответственный, кто ответственный, кто дает гарантию? То есть, условно говоря, сломал тебе ногу, ты точно не будешь ходить. Это проще, чем договариваться с тобой, куда идти. То есть, это страх. Причем этот страх удивляет, потому что, конечно же, таким образом они получают гораздо меньше власти, чем они бы получили, если бы допустили его. Их понижается легитимность. Ну вот, давай представим на секундочку, что Алексей Навальный сейчас участвует в президентских выборах. Что все нормально, власть его прессует, подумано о том, как она сейчас атакует Павла Николаевича Грудинина и так далее. Вот твоя инсталляция. Я недавно об этом думал. Что было бы. Я хочу сказать, что, видимо, это если бы невозможно. Видимо, вот такая власть, авторитарная власть, она не может. Каков его потенциал? В Москве его потенциал 34%, там был, по-моему, 34% или сколько там процентов. А в России, при том, что с ним делали бы то, что делают сегодня в филеофильной телевидении с Грудиным. То есть, допустим, не допускали бы, да, там еще что-нибудь рассказывали. Вот его потенциал. Сколько было бы Навального? Не имеет значения. Это имеет значение. Потому что тебе, Марат, я доверяю в этом вопросе. Ты слишком глубоко был погружен в этот процесс и в эту систему. Я по-другому скажу. Власть боится, что за это время Навальный выстроит реальную инфраструктуру. Которая в следующих выборах начнет. Дело в том, что эта инфраструктура будет настраивать на том, что давайте вернем страну в демократию. А власть планирует. Ну, и Влинский настраивает на этом. И на этом настраивает там, я не знаю, кто там. Титов на этом настаивает. Собчак на этом настаивает. Почему вот Собчак не опасно, а Навальный опасен? Потому что Навальный популярен. Потому что Навальный, вот, люди видят, и я вижу, то, что он готов на жертвы. То, что он пассионарен. То, что он действует зачастую себе в ущерб. То есть, и для меня еще важно, что он безмерно амбициозен. Потому что человек с маленькими амбициями в какой-то момент разменяется их на что-то. Я, например, после всего... То есть, у меня как бы вот... У меня там сложилась профессиональная судьба очень хорошо. И я там, допустим, что-то вижу, да? И меня интересует договариваться с человеком. Ну, я разбегусь, и я знаю, что я там выполняю договоренности, и он выполняет договоренности. И я могу сказать, что ни с Собчак, ни с Борей Титовым, который я хорошо знаю, я не могу договориться и быть уверенным, что мы о чем-то договорились, и это будет выполнено. А с Алексеем могу. Я, да, я буду 10 раз уточнять... Для политика важнейшая составляющая способность держать слово. Я буду 10 раз уточнять, что мы правильно одинаково друг друга понимаем, и так далее, и так далее. Но когда мы разойдемся, я буду знать, что он будет выполнять эти обязательства. К сожалению, они не выстроили механизм для договора. Но в целом вот эта его упертость сегодня является важнейшим качеством. Потому что с той стороны-то мы имеем авторитарную власть, которая на всем хочет настаивать. Поэтому с этой стороны должны быть упертые. Должны быть вот такие, которых ну никак не... А кто что? Явлицкий упертый? Удальцов упертый. Удальцов упертый, да. Грудинин пока демонстрирует желание конфликта. Он открыто говорит о Воробьеве, о коррупционной системе Московской области. Он затрагивает ближний круг президента, называя по фамилиям и по именам людей. Он, в принципе, сжигает мосты во многом. Потому что понятно, что конфликт системы – это вещь абстрактная, я, знаете ли, против авторитаризма. А конфликт там, допустим, с Ротенбергом или с Воробьевым – это уже вещь конкретная совершенно. Это уже не абстрактные вещи-то. Ну, как бы вот... У меня была такая, значит, мне когда там что-то спрашивают, эксперт, неважно, в Зимбабве, в Украине, в России, я говорю, сколько до выборов? Если до выборов меньше, чем три месяца, я говорю, все, что происходит, относится к выборам. Понятно. То есть, то, что во время выборов всем все разрешается. Я уверен, что ты меня ругай, ты меня мочи, все нормально. Потому что особенно парламентские выборы, когда надо взять какой-то электорат. То есть, как бы, я бы так сказал, что во время выборов все на подозрении. В договорниках. И почти все подозрения оказываются... На подозрениях о договорниках. Да. И почти все подозрения оказываются, ну, в смысле, имеют основания. То есть, Навального не допускают, по твоей версии, что с ним не смогли договориться. Договорника с ним нету, а отсутствие договорника исключает возможность участия. Я думаю, что да. Там есть много. Нет, дело в том, что Путин хочет... Дело в том, что раз он объявил, что мы движемся к авторитарному обществу... Он так не объявлял формально. Формально объявлял. Мы так интерпретируем. То он должен это продемонстрировать, доказать право на это. Ведь смотри... Так вот, общение царя с народом, с журналистами, это есть... Он ведь не Сталин, который там репрессии. Он делает там точечные репрессии. Он посылает сигналы. Кирилл Серебряков послал сигнал. То есть, вы не думаете, что если вы там где-то лояльные ходите на Старую площадь... Около нуля ставите в своем доме. Да, вы все под боем. То есть, он постоянно посылает какие-то сигналы. То есть, нет такого, что всех там людей там... Под замес. Под замес, да. Так же и здесь. То есть, он посылает сигналы. Что я считаю, что в некой какой-то своей такой рациональности... Да, что я там в интересах России имею право, значит, нарушать законы. Чтобы у нас тут там Саакашвили... Ради блага, да? Да. Ради высшего блага. То есть, ну, конечно, я так скажу, что это его сильная сторона, которая тут же может стать и слабой стороной. Потому что именно так формируется сила, которая потом, как бы, их сковырнет. Потому что ответка тоже становится такой же, да? И я думаю, что... Ну, они говорят, у нас органы есть. Да. У нас есть огромные, невиданные в истории страны, превышающие по полномочиям органы НКВД, органы, там, ФСБ, Следственного комитета, МВД и так далее. Тогда включается... Тогда-то была партия сверху, которая контролировала, условно, можно было вызвать там Ягоду, Ежова, Берию, Андропова искать. Вы там, ребят, заблуждаетесь, вы враги. Сейчас партии нету. Такое общество перестает быть эффективным. Дело в том, что сегодня в России осталось два ресурса, которые не задействованы в экономике. Ну, земля. В первую очередь в качестве... Спекуляции задействованы. В качестве оснований для заемов. То есть, как бы... И недаром Грудинин выступает от земли. Да. От агро. Вот. И второе, это инициатива людей. То есть, вот предприимчивый человек, ему не надо платить зарплату, что у него есть, и он может работать 24 часа в сутки. Очень интересно. Вот эти два ресурса не задействованы. И чем больше они будут, вот эту, как говоришь, спецслужбы, все, других ресурсов у страны нет. И, собственно говоря, тогда наступит то, что случилось с Советским Союзом. То есть, экономическая неэффективность. То есть, они все-таки наступят на эти грамли и доведут ситуацию до социального коллапса или экономического коллапса. Я поэтому и говорю, что у меня очень пессимистично в смысле сроков. То есть, я... Вот когда я говорю, что доведут, это не знаешь, что там... То ли 6, то ли 16, ты сказал. То ли 22. Ну, 6-16. Причем очень интересно, что мои друзья, причем экономисты хорошие, в свое время мне говорили, что два года. Они понимали, я не экономист. А я потом встретился там со Славой Иноземцевым. Например, я говорю, слушай, через три года встретился. Я говорю, ничего не произошло. Ты говорил же, что через два года все грохнется. Он говорит, понимаешь, значит, удерживает то, что люди экономически неграмотные ведут себя экономически неграмотно. И таким образом поддерживают эту систему. Ну, как бы то ни было. То есть, я согласен с тем, что у них есть ресурсы сегодня заморозить ситуацию. Размазать Навального с его людьми. Там арестовали 300 человек, арестовать 3000 человек. Могут. Но тогда вступит другое, потому что тогда предприимчивая часть уйдет в маргинале или уедет, кто не захочет. А вот эти, как бы, ждевенческая часть, она не дает экономического какого-то такого прироста. Она только на распределении хороша. То есть, те, с кого получают, сбегут? Ну, сбегут. А те, кто не сбежит, с них получить особо нечего. Особо нечего, да. К сожалению, кончается время нашей беседы. Я хочу поблагодарить за откровенность. Как художник, ты всегда, как бы, настаивал на адекватности и на откровенности. И спасибо тебе большое за то, что ты нашел время и возможность прийти ко мне и дать такой, на мой взгляд, уникальный анализ современной политической ситуации. Спасибо тебе большое. Это был Максим Шевченко. У нас сегодня был в гостях Марат Гельман. Говорили мы о российской политической системе и об уровнях ее адекватности и неадекватности. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Будет еще более интересно, чем сегодня. У меня пенсии уходят на квартиру, на лекарство. Ну и вот, что там на это стоит? Ну вот в день там, подположим, чтобы поесть 200. Ну вот это вот. Мне надо два дня. А это вот в борщ сварю. Тоже дня надо будет. Чтобы поесть нормальные два дня 500 рублей. 500 рублей, да? Больше можете себе позволить? Нет. Понятно. Половина за квартиру уже уходят. То есть, вон, посмотрите, рыба-горбуша 160 рублей. Вот я ее куплю, а там голова отрежешь. Это вот один раз, вот, понимаете, я ее разделаю. Ну, пожарить это одна сковородочка всего получается. 160 рублей. А это значит, я больше месяцу не смогу уже ее купить. Вот вы можете себе позволить за один поход в магазин. Что выбираете? Что могу позволить себе? Что подешевле ищу? Нет, здесь подешевле, домой пойду еще в третий раз. Вот бывают такие ситуации, когда, положим, деньги подходят к концу, да, вот, конец месяца. Что тогда делаете? Ну, картошку сварю. Картошка, то есть, сейчас подешевле. Ну, вот видите, корзину, вот я вот набрала, два апельсина, молоко, минтай, ну, вот, это 30, это я не знаю, сколько вытянет, 50 и вот хлеб. Ну, 200 рублей, считайте, ну, это вот один день. Хочется и печенки взять, хочется и это взять. Ну, вот, посмотришь и уходишь. Ой, вы что, не, не, вот спросите, ну, у пенсионера он ел икору красную, когда? На нашу пенсию, хрен проживешь Путина, с медведями надо, б***ь, ставить, на нашу пенсию посадить.